Добрый вечер, уважаемые дамы и господа, зрители нашего портала в YouTube, люди, которые слушают нас в интернет, не такие многочисленные, но все равно они есть. Здравствуйте. Сегодня понедельник, в эфире программа «Культурные люди», канал «Медиаметрикс», я ведущий программы Александр Шибаев, приветствую вас, позвольте представить наших гостей в студии, группа Tatooine, здравствуйте, ребята. Привет всем. Как написано в пресс-релизе «Ребята», рок-группа, играющая стадионный рок, фронтмен Роман, расскажите, пожалуйста, и представьте, во-первых, ваших сотоварищей по этому делу и расскажите про себя немножко. Представлять, наверное, это не очень интересно, на нашей, не многочисленной, но самой прекрасной публике. Но тем не менее, я думаю, что Максим Фирсов, Бас, Кирилл Качанов, Олег Бережной. И стадионный рок, это про нас, мы же на стадионе сейчас с вами практически мысли, поэтому стадионный рок. Это какой-то такой жанр, что это такое, стадионный Мы просто все очень спортивные, и мы не хотели брать выражение типа «фитнес-рок». Мне больше понравилось название «фитнес-рок». Представляете, такие девушки в обтягивающих спортивных костюмах, в фитнес-жалах занимаются, под ваших музыках. Нет, кстати, смех смехом, Олег, он, например, мы тут планируем восхождение на Эльбрус в следующем году, коллектив, и Олег, он сказал, что он пойдет на Эльбрус на руках, кверх ногами, потому что он спортсмен, участвует в марафонах, но помимо всего прочего, да. Нормально, мы с вами вместе. Все, окей. Мы вместе, я тоже участвую в марафонах. Вы меня будете за ноги держать, когда я руками. Не-не-не, я к тому, что я тоже участвую в марафонах, хотя, может быть, вдвоем пойдем, конечно. Вдвоем пойдем на руках. Вообще, конечно, и марафон, это не очень, это вообще, по-моему, не массовые мероприятия. Мы будем тоже тренироваться. Очень, очень, очень. Популярно, и это замечательно. Черт, я чувствую себя отстающим. Но если серьезно, стадионный рок, честно скажу, это не мы, не музыканты придумали. Понятно, понятно. Я спрашиваю музыкантов. Девчонки, наш менеджмент, они решили, что это так. Я думаю, это мы есть объяснение, в том числе и творческое, потому что, я думаю, что скорее это говорит о том, что музыку, это музыка, которую в определенной ситуации хочется подпевать. Есть и мелодия, есть подходящий ритм, гармония, и, надеюсь, припевы запоминающиеся. Поэтому, может быть. Ну и, честно говоря, мы тоже так чувствуем, что вот репетируем какую-нибудь классную песню, новые такие, блин, где же найти тот стадион, где бы ее правильно рубануть? Ну, смотрите, ну есть там англосаксонцы какие-нибудь, там, не знаю, какой-нибудь Coldplay, еще кто-то, на которых называют стадионный рок. Вы берете это как референс? Или там вы стремитесь, или хотите, чтобы ваша музыка была похожа на это, или нет? — Хороший вопрос, и очень актуальный. Действительно, я думаю, что с точки зрения музыки мы делаем музыку мейнстримовую, которая, ну, наверное, международная. — Но мейнстримовая здесь, в России. — Мейнстримовая в международном, скажем так. Вот это важная оговорка. И вы знаете, в наше время не так мало сейчас коллективов есть, например, которые играют на английском языке, скажем так, а-ля кто-то. У нас немножко другая миссия. Мы всю эту стадию тоже проходили, охотно играли, играем иногда тоже. — Ребят, вы опытные. — На английском, да. Но в данном случае мы хотим делать и делаем музыку, которая с музыкальной точки зрения, она вот такая, как бы международная, нет ничего такого необычного, на самом деле. Но на русском языке это крайне редко встречается, и мы просто считаем, что это наша миссия. — Хватит говорить. Давайте петь. — Прям так, да? — Да. Что за песня? — Такая рань. Сейчас сыграем. — Да. Она ушла, ни слова не сказала И я пустел мой дом, а за окном Прощальных листьев осень набросала Сижу один и пью вино Я помню, как она была прекрасна Она была, пожалуй, лучше всем Я слишком поздно понял, как был счастлив Она ушла вдруг насовсем Ушла, скажи, зачем? Ушла, да нет проблем И вот такая любовь Мне не хватает ее Как мне вернуть тебя вновь? Душа плачет Слезы льет Душа плачет Дождь идет Я помню, как она была прекрасна Ушла с утра босая в поросе Я слишком поздно понял, как был счастлив Она ушла Она ушла вдруг насовсем Ушла, скажи, зачем? Ушла, да нет проблем И вот такая любовь И вот такая любовь Мне не хватает ее Ушла, да нет проблем Как мне вернуть тебя вновь? И вот такая любовь Мне не хватает её Как мне вернуть тебя вновь? Душа плачет, слёзы льёт Душа плачет, дождь идёт Ушла, скажи зачем, ушла, да нет проблем Вот такая любовь, ну мы с баллады начали Спасибо Можете поаплодировать, ребят Покажите, что я тут не один сижу Всем стадионом Да, всем стадионом Слушайте, а здорово Спасибо А здорово Какой-то экстрим Похоже на экстрим Да, похоже на экстрим Ну всё-то такое, но имейте в виду Ну неплохо, если это так Ну вообще будет Братцы, вы достаточно опытные музыканты все Проект сколько существует, татуин? Во-первых, татуин, я так понимаю, что это какое-то отношение имеет название к вселенной звёздных войн Ну как бы, наверное И так тоже, конечно, да Это напишется как-то татуин, да? Мы просто У нас была дискуссия не по поводу названия, а по поводу написания И в конечном итоге мы решили, что у нас будет как татуировка Плюс ин, да, то есть Ну в принципе, конечно, те, кто в теме Это дурацкие вопросы, всё вечное Да, да А почему вы так называете? Ну я просто не могу Нет, нет, это нормальный вопрос, мы готовы к этому Понятно Да просто вот татуин На самом деле хочется скорее преодолеть этот период, когда нужно объяснять своё название Ну да Когда песни должны наполнить содержанием смысл проекта А начали мы всего ничего У нас первый релиз, он был в конце сентября Мы первый сингл выпустили То есть вот буквально мы на старте, на взлёте находимся Поэтому Каждый из вас работал в разных группах В разном времени Разные популярности А почему мы вместе? Что случилось? Как вы собрались? С какого перепугу? С чего вы вдруг решили? Собрались мы не сразу Наверное, инициатива моя Так сложилось, что вот я Собирал эту группу До этого, имея тоже опыт разных прочих других коллективов Основной принцип Мы должны друг друга хорошо понимать и дополнять Люди должны быть вместе комфортные И просто это жизненная история С кем-то играли вместе С кем-то записывали Где-то там репетировали Поэтому Здесь нет никаких сверхъестественных Каких-то теорий Встретились Попробовали Звёзды так сложились Звёзды сложились Да Вам комфортно вместе? Ну Не настолько Чтобы жить в одной комнате Конечно Так сказать Месяц Группу Парк Борького Когда приехал В Штаты Да нет, я шучу Мы приедем в Штаты Мы, может, будем как-то Парк Борького А есть такие мысли? Мир настолько Сейчас стал небольшим Что Это запросто Можно себе представить Ну просто Вот Мы всего только начали Мы уже там, не знаю Сыграли На Прибалтийском фестивале Сняли видео Одно в одной стороне Другое в другой стороне То есть В наше время Это не так сложно Не так действительно Всё космически выглядит Поэтому это вполне реально А то, что вы поедете на русском языке? Ну У нас есть вообще-то На английском тоже поём Но Мы на Брайтон заедем Да На Брайтон На Брайтон Кстати Знаете, с чем столкнулся Интересно В Прибалтике Как мы знаем Там немножко Была такая аллергия По советским Таким всем темам И к русскому языку тоже Но Так уж сложилось Что я в жизни Много времени проводил И продолжаю проводить В Балтийских странах И Сейчас Например Русский язык воспринимается Лучше Позитивнее И даже Мы сталкивались с тем Что мы играем программу На английском языке И потом Играем песню На русском В качестве исключения С оговоркой Ребята Ну вы как бы не обижайтесь И прямо Они прямо Хорошо Отлично Вот за это спасибо И нам понравилось И хорошо это воспринимают И кстати говоря Если Не замахиваться Там На Калифорнию То в принципе Во многих странах Соседних На русском языке Можно играть И ты будешь Нормально услышан А вот есть такая легенда Дескать Писать На английском языке Рок музыку В частности И поп музыку Дескать проще Чем на русском языке И петь проще И сводить проще И согласными По-другому звучать И дрессеры По-другому работают Это действительно так И это действительно Не просто Делать Типа Простую Такую музыку Чтобы она звучала На русском языке Мы Иногда Понимаем Тексты Английских песен В общем-то Временами местами Дебильные Такие простые Два притопа Три прихлопа Казалось бы Но это просто другое построение языка В этом нет Это не хорошо или плохо Это просто разная история Разная конфигурация У нас так не получается Вот мы ищем Мы пытаемся делать И не сложно И по-русски В общем есть чем заняться На самом деле Зная вот эту проблему Мы как раз пытаемся Делать на русском Это очень увлекательно Поем Так что будем петь ребят Любопытство Да? Максим сейчас Подкручиваем Да Мы сейчас Мы сейчас песенку сыграем Она такая Почти премьера А потом я про нее Наверное расскажу Два слова Там есть интересная история Да? Кто-то снова скажет Смысла нет Все под солнцем заняты места И о нас смега и теми скажет Все ясно потеряно И покрутит пальцем поиска Но не с честь непройденных дорог Еще не найденных миров Планет новых растопим льды Пускай это пока мечты Но мы оставим там следы Но мы оставим там следы Вечный двигатель Ям любопытства Не дает сердцу остановиться Мало неба на мало и этой земле Уходят закат кораблей Вечный двигатель Ям любопытства Не дает сердцу мягко напиться Мало неба на мало и этой земле Покой только снится нам звездной пыли Просто оторвись от суеты И ты Взгляд однажды звездам над ними Где-то там может нас ждут с тобой Зеленое солнце с голубой травой Вечный двигатель Вечный двигатель Ям любопытства Вечный двигатель Ям любопытства Не дает сердцу мягко напиться Мало неба на мало и этой земле Покой только снится нам звездной пыли Не дает сердцу остановиться Мало неба, но мало и этой земли Уходят закат корабли Вечный пивитель днем любопытства Не дает сердцу нем не лопиться Мало неба, но мало и этой земли Уходят закат корабли Покой только снится нам в звездной пыли Спасибо Так вот, сказывайте про песню Слово любопытства по-английски это curiosity Так называется марсоход, кстати говоря Он сейчас работает на красной планете Это проект НАСА, достаточно известный И очень распиаренный во всем мире У нас, кому интересно, люди в курсе Но, скажем так, это не первых полос новости Очень интересная штуковина Он там ползает года, по-моему, два или три Пример Эта железная штука запрограммирована Он когда приземлился, первое, что он сделал Он сделал селфи Сфотографировал себя и свою тень на поверхности По-моему, это было очень мило Что-то из области Вали И еще он каждый год споет себе сам Happy birthday to you Потому что он там один Ползает Немного спятил Да, и давно была идея написать песню про curiosity И мы это взяли и сделали по-русски Причем текст написали не мы А у нас есть единомышленники Поэтесса Таня Иванова Замечательная Она говорит О, я хочу, мне интересно Давай это сделаем Мы это сделали И песня посвящается нашим друзьям Ну, в силу, наверное, своего названия Мы немножко общаемся с людьми, кто связан Со всякими космическими приключениями У нас есть друг, девушка Она участвует в программе Mars 1 Mars 2 Это те люди, которые полетят, собственно говоря, на Марс Совершенно верно Да, на экспедиции, которые там, возможно, извините, и останутся, собственно говоря Да, это билет в один конец По-подробнее Она из России одна Их было отбор несколько десятков или даже сотен тысяч Во всем мире И сейчас она, например, находится Настя, если ты нас видишь Привет Настя, лучше вам привет Мы вас очень любим и уважаем Они сейчас тренируются в Америке Сидят в изоляции на базе Это подвиг Выходят на улицу в скафандрах У них там ползают эти марсоходики всякие Серьезный проект Мы стараемся за этим следить, поддерживать Ну, е-мое Ну, это классное приключение Почему бы этим не было? Это крутое приключение Первые люди, которые... Она, главное, мне пишет Слушай, говорит, у нас отличная команда Мы тут с ребятами, значит, хорошо у нас все происходит И, говорит, мы с этой же командой в следующем году в Антарктиду Там на сколько-то месяцев Ну, да-да-да Там приближенные условия Так что такие вещи в мире происходят И вот одна из просто мыслей о том, что можно петь о том, что просто и понятно Но иногда хочется куда-то посмотреть туда и что-то увидеть Так что вот такая вот история по поводу любопытства Да, я сейчас немножко так призадумывался Скажите, ребята, вы когда собрались? У вас такой банальный вопрос У вас какие-то запреты будут? Нет, все, все, снимается вопрос Смотрите, я про название Скажите, я вижу, что у некоторых из вас есть татуировки У вас есть какое-то, например, у индейцев Северной Америки У них было такое поверье, что если на человеке нет татуировки То этот человек не виден Богу И поэтому наносились татуировки Да-да-да У вас есть какие-то отношения с татуировками с этими делами? Особые или нет? Максим, я думаю, у тебя есть Мне кажется, по глазам вижу Ну, это, например, цитата из Ванна Гута Из Бойни номер пять Да, так начинается, собственно, книга Все, это моя любимая книга Мне показалось, что это очень уместная цитата Все татуировки что-то значат Но это значение, оно истинно только для носителя Мне кажется Поэтому рассказывать про что Зачем тебе? Рассказывать, потому что есть ли какое-то сакральное отношение к этому делу или нет Ну, сакрального нет Я думаю, что нет А то пришлось бы нам Олега заколотить Мне кажется, что это действительно дело личное И по большому счету, кому какое дело Можно, конечно, придавать этому большой смысл и париться Что там кто-то По большому счету, блин Nothing really matters То есть Ё-моё Что об этом говорить? Вот так, перевод, да Ё-моё Окей Ну, вот я, например А когда вы на выходите на сцену Или перед тем, как вы на выходите на сцену Есть какие-то традиции? Может быть, они создаются? Ритуалы какие-то? Кирилл Ну, у тебя есть ритуал, я знаю Да, у меня есть ритуал Какая-нибудь рутина, может? Мы так пошли по одному Сидеть на палочках? Нет, я что-то не знаю, ничего такого Ну, наверное, мы обнимаемся все вместе У нас кольцо силы Братико, братство кольца Братство кольца И мы чувствуем вот эту энергетику, которая нас объединяет Как Олег сказал перед началом Действительно, ты выходишь на сцену Это хороший момент, когда у тебя адреналин подходит Это клево, это приятно Кто в курсе, тот знает Это хорошая вещь Это хорошая вещь Говорят, что если артист перед выходом Максов не волнуется, то, собственно говоря, ему не нужно заниматься этим всем делом Возможно Я таких не знаю, например Кто не волнуется? Кто не волнуется? Есть, наверное Да есть Нет, Макс, есть отточено Ладно, я сейчас отточено Я, например, видел, знаете, такие эпизоды Это было сколько-то лет назад Например, на съемках популярных программ Центральных каналов Некоторые артисты Глядя вблизи, как человек работает То есть мы играем, да, все-таки на концерты, скорее, когда человек работает Например, в синих шароварах И ты прям видишь, что настолько точные движения и каменные черты лица Это просто биоробот И он уже это делает просто Никаких эмоций уже нет Такое я тоже видел, такие есть, Адам Но вот в реальной жизни не встречалось Ну, честно говоря, вот если ты в туре едешь И у тебя там, начиная там с 10-15 концерта Ты на автомате выходишь на сцену И никакого волнения нет Кирилл нашелся Нет, ну подъем все равно ты чувствуешь Даже вот это волнение, что там Ну, какое обычно волнение бывает Не что ты там что-то забыл или так далее А что что-то, ну, какая-то аппаратура какая-то сломается И что-то пойдет не так Вот, и волнения как такового нет Но вот эта вот энергетика, которая из зала Радостное предвкушение Есть ли это? Ну, конечно, есть Нет, конечно, есть Конечно, есть Есть, есть Вообще, все вообще как в сказках Все замечательно Ну, вот именно Я имею в виду, что вот как вот такое волнение Что там, ну, этого Ну, нет конических атак, я так понимаю Да, да, вот Как бы Все, как бы ты уже знаешь Все, как будет И вот Каждый город Надеваешь синие шаровары И вперед Да, да Каждый город, он как бы По-своему энергетически Немножко отличается И каждый концерт, он уникален И это такое приключение Скажите, братцы Русская рок-музыка Как таковая Вы играли рок-музыку? Именно русская рок-музыка Да? Или Есть ли у вас представление Что такое рок-музыка? Ну, мы, собственно, рок-музыку играем А термин русский рок его придумали Русский рок, да Точнее даже Термин русский рок его придумали Кто придумал его? Я только что поймал Олег? Я же не журналист Александр Кушнир Нет, нет Я думаю, что это не Александр Кушнир Это все немножко раньше Действительно, есть у этого свое объяснение Да, там И смысловая нагрузка дектора И такая сыроватая такая Какая-то там Музыкальная часть Рыжовочная часть Да, есть даже Да, это На мой взгляд Вот этот русский рок Как таковой Он, по-моему, уже Закончился Вы ошибаетесь Да? Он непотопляем Он никогда не денется Знаете, что это напоминает? Напоминает, как Набор Так сказать Персонажей Хороших Замечательных людей Которые заперлись изнутри В сейфе Или в подводной лодке Затравив за собой люк Вот И там у них все хорошо Там все происходит Там все Ну вот это вот там у них Это, собственно говоря Большая часть нашей страны Да мы тоже в курсе Там этого И тоже там бывали Так сказать Мы не хотим быть В этой же лодке Хотя Мы играем русский рок Потому что на русском языке И рок Да? Вот Ну в том термине Который мы имеем в виду Действительно Это все немножко Связано Наверное Немножко уже Ну как бы С ретро Это кстати Ретро тема вообще Очень востребованная В нашей культуре Да у нас Люди любят Дискотеки 80-х Там 60-х А как вы думаете Вопрос такой Как вы думаете Почему современные люди Сейчас на ее Россияне Так вот Ностальгируют По-моему Это просто Ментальная особенность Мне кажется Ничего такого Мы же Мы же Мы лиричные Русские Мы ребята сильные Но лиричные И как-то мы Ценим То что было В детстве С мамой В Советском Союзе Вот Сейчас Вот это все Может это просто Особенность Наши национальные Да хрен его знает Может это просто Инфантимизм Да не Это во всем мире Популярно Во всем мире Популярно У нас особенно Особенно Это во всем мире Собирает Я не про то Кирилл Приезжаешь на фестиваль Вот пример Мы знаем Что такое Рок фестивали летние Например Большие Допустим Не я Это не я выступаю Приезжает человек Например Промоутер Из Литвы Который Например Проводит Три-четыре Крупнейших Фестиваля Посмотрел Походил Круто Стретился На конференции Потом он говорит Слушайте Ребят Все хорошо Говорит Я одно не могу Понять Я посмотрел Два-три фестиваля Это в принципе Одно и то же Одни и те же Люди Переезжают туда Обратно Мы Стараемся Как-то Все-таки Он рассказывает Как принято У них Хотя они По большому счету Не такая уж Из-за границы Это что-то Недалеко от нас Уехало Но у них Принято Больше обмениваться Из других стран Какие-то новые форматы Что-то свежее Это организатор Запаривается Какие-то эксперименты Новые люди Да То есть Какой-то раскрытие То есть Это тусовка Когда люди Собираются Смотрят Что нового В мире Вокруг Вдохнуть Свежего отдыха У нас Зачастую Я не говорю про все Но периодически Бывает Что вот это все Одно и то же Крутится из года в год И все Это просто Пятнашки В одной коробочке Все происходит Есть исключения Но я могу пример привести Например Вот Верокс Есть фестиваль Который В Владивостоке Проводят ежегодно Насколько я знаю Метро Значит Честь и хвала Логутенко За то Что он это делает Там например Есть правило Что артист Не может дважды выступать Ну или примерно Ну да И там приезжают люди Два года подряд И там приезжают люди Из Коре Из Японии Из Китая Какие-то там Мы летели Эстонцы Ребята И действительно Ты ходишь Ты участвуешь В каком-то свежем потоке И обмениваешься Разные Речи не идет Про крутизну Про форматы Просто про отношения И напротив Ну не все остальное В основном Все это Говорю Как мы сидим В подводной лодке И друг другу нравимся Или не нравимся И всю публику Значит Приучили слушать То что доносится Из этой подводной лодки И вот Никто не говорит Что это плохо Там Оно хорошо Прекрасно Ну просто Вот это вот Немножко Наверное Это наша Тоже особенность Там все понятно Песни хорошие Мы их любим А эти Надо вслушиваться Прислушаться Давайте прислушаемся К вам еще Давайте По лирике Немножко Послевкусие Все нормально Или тебя надо перестроить Поехали В пять или шесть Этот выбор Не труден Если мы есть Значит Были И будем А здесь Или там Как ляжет Монета В час До рассвета Подобно Цветам Ты еще Не одета Но Всюду Скорость Света Блик Воды Чьих Солнцев Следы Но Не я И не ты Сорок Зим Не вопрос Путь по Элипсу Прост В этом Небе Ты гость И всего Лишь Комета И погладь И погладь Воды Но Пройдет Пройден Пройденный Год Как секунда В минуте Но Дело Не в том Просто Мало Сюжета Всего Победа Серебряный дом Где мы Альфа и бета Альфа и бета Вокруг Одной Планеты Две Луны Чьих Солнцев Следы Но Не я И не ты Сорок Зим Не вопрос Путь по Элипсу Прост В этом Небе Ты гость Ты всего Лишь Комета И погладь Воды Но Не я И не ты Белых Как Грозу У реки На Масу Я Собою Несу После Вкусия Лета После Вкусия Никто Не ждет Ответа Но Ты Еще Раз Дета Пора Принять У лета Скорость Света Я Почит Солнце Светы Но Не я И Не ты Зам Зим Не вопрос Путь По Элипсу Прост В этом Небе Ты гость И Всего Лишь Комета И покладил отель, но не я и не ты Белый камень рассыл, пуряки на мысу Я с собой внесу После вкусия лета После вкусия лета После вкусия нашего лета После вкусия лета После вкусия лета После вкусия лета Вечно нашего лета После вкусия лета Лето После вкусия лета Лето После вкуса и лета Спасибо Братцы, я вам позадаю вопросы Буду задавать вопросы группе А вы отвечайте, кто захочет Можете вместе Можете по два, по три человека Отвечать на вопрос, как хотите Какой недостаток, по-вашему, простителен мужчины? Есть ли такой недостаток? Легкая небритость Какие знаменитые женщины вам кажутся сексуальны? Скарлет Йоханссон Это Блиц Поросенок Прекрасно Нет, нет, вообще вопросов нет В фильмах я не очень Она, кстати, Йоханссон Йоханссон Йоханссон, хорошо Олегус, ну давай Я еще Дженнифер Энистон смертельно люблю Смертельно очень Смертельно? Женился бы до себя руки не доходят Ну Ну так скажи имя нам Давай Хочется выбрать одну Хорошо, Дженнифер Лоуренс Окей Она похожа на мою сестру Я люблю всех, кто похож на моих, в общем-то, родственников Знакомы ли вам, ребята, звездная болезнь? Такая штука Конечно, один раз посмотрел на звезды и все Из-за болезни Не боишься Можете ли вы дать определение своему поколению? Про это книжки написали вообще-то И фильмы сняли, насколько я знаю Да? Давайте вот про Х Про всякое поколение Х Олег, ну Давай твоему поколению Да Окей Окей Слимфет или как? Скинифет 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 Слимфет это из вашего Фэнбой Слима Да Сколько денег вам нужно для счастья? Три Достаточно И в них лишь шесть Достаточно Деньги, конечно, да Но помогают, надо сказать Без денег сложно чем-то заниматься, любимым делом в частности Поэтому денежки, конечно же В одном из любимых моих фильмов Как там? Two million dollars in cash Это, по-моему, не Горазью Южному центру, да? Да Привая сок у себя в сковороду Да Что вам больше доставляет на данный момент хлопот? Больше доставляет вам на данный момент хлопот? Тело или душа? Душа или тело? Тело Согласен Туловище Туловище? Да И конечности Расширим, расширим Кстати, Мак, ты самое болезненное подметил Действительно Когда последний раз вам было страшно за свою жизнь? Хо-хо-хо Так Вот я туда ещё упал Пока летел Пока летел Пока летел Было очень страшно Когда последний раз вы дрались? Прям серьёзно? Ну Наверно Я лет, наверное, двадцать назад Нет, не двадцать Семнадцать Назад Это прям хорошо было С дубинами, с топорами Да Да Рок-н-ролл Мать его Хорошо Все живы Чем больше всего вы гордитесь себя? С собой, конечно С собой Мать его Мать его Мать его Мать его Мать его Мать его Как вы относитесь к порнографике? Положите Я очень положительный отношусь к порнографике Ну, господи, я тоже Я тоже захотел По-моему, это очевидно Это же Как вы считаете, должен ли был Живелов подкладывать кирпичу в карман кошелёк? Я думаю так В России – да В Литве – может быть В Британии – нет Должен ли мужчина стесняться Ответь Отличный ответ Что мужчина? Должен ли мужчина стесняться своих слёз? Нет Нет, нормально Нет, конечно Стесняться вообще не надо Спойнуть полезно Давайте Заканчиваем Кто виноват? Такой извечный русский вопрос Постоевский Макс, ты представляешь Пушкин не читал Достоевского Представляете Рвёт вообще На самом деле От этой мысли Что делать, ребята? Идти вперёд Действовать Ну, практически одинаково Телекэкшен Если бы вам нужно было сократить вашу жизнь до трёх эпизодов Что бы это было? Начало, середина и конец Поём 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 Хабиби 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 Ну у нас сингл вышел, но мы его тут в акустике тяжеловатый Поём Наверное Как ты Хабиби Скоро выйдет символ Точнее клим Для меня Ветрами Далёкими Донесло Дышит Твоей музыку Я по ней Тебя Если встретимся Узнаю Напеваю Тихо В полголоса Я с тех пор Мелодию Грустную Словно я Всё знаю О тебе Расскажи мне сказку про лето Про закаты и про рассветы А моя родная планета Другая Твоё небо синего цвета Твоё сердце солнцем согрета Знаешь, я всегда с тобой теперь Но О-о-о-о Светит звёзд Таких Далёких И безумно Одиноких Я тебя Пытаюсь Разглядеть Когда солнце умрёт Когда время зотрёт Мои следы в песках татуина Когда сердце уснёт И снова биться начнёт Я буду повторять твоё имя До меня ветрами далёкими Донесло души твоей музыку Я по ней тебя, если встретимся Узнаю Узнаю, знаешь я Всегда с тобой теперь В свете звёзд таких далёких И безумно одиноких Я тебя пытаюсь разглядеть Когда солнце умрёт Когда время сотрёт Мои следы в песках татуина Когда сердце уснёт И снова биться начнёт Я буду повторять твоё имя Когда солнце уснёт Когда время сотрёт Мои следы в песках татуина Когда сердце уснёт И снова биться начнёт Я буду повторять твоё имя 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 Что нас ждут в связи с вами Прежде всего я бы посоветовал Найти нас в ненавистных И любимых нами соцсетях Потому что действительно Сейчас всё быстро меняется У нас действительно много Всяких разных мелких событий Которые, ну сейчас я скажу Все забудут Это не так интересно Ближайшие, наверное, вспомню 24-25 ноября У нас концерты в Москве Небольшие, камерные Дело в том, что мы основные Свои движения Там всякие презентации Большие мы планируем На конец зимы И может быть на марс На март у нас будет Альбом Много чего всего интересного Да, и на марс тоже На 8 марс А сейчас так как есть Что показывать Есть интерес к проекту Да, поэтому мы что-то делаем На такие локальные выступления 24-го Чайна Таун 25-го это клуб Микроб И ещё что-то там Сейчас просто могу Не вспомнить Но находите нас, друзья И вся информация есть Татуин найдёте легко Так что мы всегда Всё расскажем, покажем И предупредим Где нас можно найти Дорогие товарищи Мы заканчиваем нашу программу Нашу рок-встречу Это была программа Культурные люди Смотрите нас по понедельникам Спасибо, что были с нами Всего хорошего Группа Татуин была в гостях Счастливо Спасибо большое Счастливо Спасибо 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 за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому